Вы наконец-то сделали это! Вы создали симулятор, который позволяет копировать себя в приложении на телефоне, чтобы учиться быстрее. Вы подключаете телефон, открываете Google и надеваете шлем виртуальной реальности, чтобы получить обзор на 360 градусов. Подключив их, вы зовете сестру, чтобы она активировала симулятор. Она не отвечает. Поэтому вы отправляетесь в ее комнату, где видите, как она снимает танец для ТикТока. Вы дразните ее за это и просите помочь вам включить симулятор. Она следует за вами, не выключая ТикТок. Она сердится на вас. И пока вы не смотрите, меняет домашнюю страницу на вашем телефоне на ТикТок. Затем она активирует машину. Вы в симуляции, но что-то не так. Вы проходите через виртуальную червоточину. Вы видите, как вокруг вас кружатся всевозможные приложения. И, наконец, приземляетесь лицом вниз на темную поверхность. Вам страшно. Ваше сердце колотится. Вы осматриваетесь и понимаете, что находитесь в комнате с большим экраном. Он спрашивает ваше имя пользователя. Вы выкрикиваете всевозможные слова, прося вас выпустить. Но каждый раз мигает красная лампочка. Каждое произнесенное вами слово воспринимается экраном, который затем отображает его как ваше имя пользователя и просит вас принять его, чтобы продолжить. Вы принимаете один из вариантов, и стена, наконец, открывается. Ваше имя пользователя. Выпусти меня. Вы выходите и попадаете в футуристичный город, сверкающий фиолетовыми и синими огнями и высокими башнями с экранами, на которых безостановочно крутятся ролики из ТикТока. Самая высокая башня показывает самые трендовые видео на сегодня, в то время как остальные башни показывают другие популярные видео. Вы идете по дороге, куда глаза глядят. Она приводит вас в толпу людей в центре виртуальной Times Square. Над каждым парит пузырь с его именем пользователя и биографией. Он также показывает, сколько у человека подписчиков. У большинства всего несколько подписчиков. Люди выглядят как фотографии в профилях. Все смотрят на вас, поскольку вы единственный, кто выглядит не как аватар, а как настоящий человек. Вы видите двух людей, которые стоят друг напротив друга, не двигаясь. Вы замечаете, что пузыри над каждым из них меняются. Эти двое подписались друг на друга. Внезапно все замирают и смотрят на девушку, профиль которой становится подтвержденным. В ее пузыре появляется синяя галочка, и девушка исчезает. Вы подбегаете к парню, который только что на нее подписался, и пытаетесь получить хоть какую-то информацию. Вы единственный, кто говорит вслух, в то время как остальные обмениваются сообщениями. Вы понимаете, что вам придется стоять на месте и ждать, пока собеседник примет ваше сообщение. Он его получает и тут же блокирует. Вы пытаетесь начать новый диалог, но собеседник сначала замирает, а затем уходит. Вы понимаете, что люди смотрят на вас как-то странно. Они начинают преследовать вас. Они повсюду. Вы ускоряете шаг и исчезаете в море людей там, где вас не найти. Вскоре вы сворачиваете в переулок и находите подземное кафе. Вы входите и видите кучу людей, которые сидят без дела. Вы пытаетесь заговорить с некоторыми из них, но они не отвечают. Что еще более странно, у них нет лиц. Ни у кого из них нет последователей. Они ни на что не реагируют. А если вы пытаетесь с ними общаться, они присылают какие-то рекламные объявления. Вы смотрите на экран в комнате. На нем показывают ваше лицо. Тикток вас преследует. Вы слышите стук в двери, десятки людей вбегают внутрь. Это внутренняя служба безопасности Тиктока, и она охотится за вами. Вы выходите через другую комнату. Вы находитесь внутри здания, где живет множество ботов. Сотрудники службы безопасности следуют за вами и подбираются ближе. Вы доходите до тупика с окном. Вы оборачиваетесь и видите, что охрана бежит прямо к вам. У вас нет другого выбора, кроме как выпрыгнуть из окна. Вы разбегаетесь, пробиваете стекло и приземляетесь на крышу соседнего здания. На всех башнях теперь отображается ваше имя пользователя и фотография профиля. Вы понятия не имеете, почему за вами охотятся. Вы пробираетесь в другой переулок и прячетесь в темном углу. Кажется, вам удалось оторваться. Вы проверяете свои настройки, чтобы разобраться, почему вы самый разыскиваемый человек в ТикТоке. Выясняется, что вы недействительный пользователь. Приложение думает, что вы глюк, который может разрушить ТикТок. Вы понимаете, что это всего лишь кибербезопасность ТикТока, которая работает над отловом ошибок. Вы открываете настройки, но не можете ничего сделать, так как вас заблокировали. Вы открываете поиск и вводите имя своей сестры. Оказывается, она верифицирована с синей галочкой, а значит, ее будет трудно отследить. Вы возвращаетесь на улицу и начинаете искать сестру. Вы слышите, что приближаются какие-то люди и быстро покидаете переулок. Вы возвращаетесь в толпу. Вы не можете больше вести себя безрассудно и привлекать внимание. Вы попадаете на проспект хэштегов, где собраны все трендовые видео. Пока что вас никто не заметил. Самые популярные хэштеги находятся вверху, до них довольно далеко. Вы просматриваете большинство из них, но не можете найти свою сестру. Затем вы вспоминаете, что она танцевала. Поэтому проверяете хэштег «танец». Вы узнаете, что видео, которое она недавно сняла, стало одним из самых популярных. Наконец, вы находите сестру. Но охрана останавливает вас и преследует по проспекту хэштегов. Вы случайно появляетесь в различных популярных видео. Вы заходите в тупик, и охрана ловит вас. Вас проводят в комнату, где пытаются вытянуть из вас информацию. Собеседники думают, что вы бот, но вы продолжаете говорить им, что изобрели машину для виртуального копирования себя в ТикТок. Они не верят. В конце концов, они решают удалить вас. Но из этого ничего не получается. Они пытаются разобраться, что делать дальше, и не дают вам уйти. Пока они перевозят вас в другое место, вам удается ускользнуть из их поля зрения и тайком отправиться на поиски сестры. На этот раз вам придется быть на чеку. ТикТок ищет вас. Пользователи видели вас в хэштегах, поэтому они тоже на чеку. Из ниоткуда появляются большие камеры. Они пытаются вас отследить. Любой промах, и вы застрянете в ТикТоке навсегда. Вы предпринимаете последнюю попытку добраться до сестры. Вы находите шляпу и плащ, чтобы замаскироваться. Вам нельзя ни с кем общаться, чтобы не выдать свою активность. Но вы должны использовать последний шанс, чтобы она смогла вас вытащить. В конце концов, вы возвращаетесь на проспект хэштегов и направляетесь к своей сестре. Вы обнаруживаете нескольких самых популярных ТикТокеров, которые отдыхают вместе. Среди них и ваша сестра. Здесь много охраны, поэтому вы держитесь в тени. Через некоторое время вы медленно подходите к ней и отводите ее в сторону. Вы активируете опцию чата и просите ее спуститься в подвал и отключить вас от системы. Вы не успеваете договорить последние слова. К вам бросаются охранники и начинают вас преследовать. На этот раз все камеры направлены на вас и деваться некуда. Вы сдаетесь охране и вас ведут в запертую комнату, из которой вы не сможете убежать. Вы сидите там и волнуетесь. Вы ерзаете на стуле и потираете ладони. Вы понятия не имеете, получила ли ваша сестра полное сообщение. Проходит несколько часов, а извне никаких вестей. Возможно, вы уже все провалили. Вдруг вы получаете уведомления от сестры. Вы пытаетесь набрать текст, но ничего не получается. Вы начинаете чувствовать себя странно. Все вокруг дрожит. Через прорехи в стенах вы видите реальный мир. Вас затягивает в червоточину и... Вы приходите в себя в лаборатории. Вы тяжело дышите, пытаясь собрать воедино недавние события. Вам кажется, что вы пробыли в ТикТок полдня, но, очевидно, прошло меньше получаса. Ваше зрение проясняется, и первое, что вы видите, это ваша сестра, снимающая вас на телефон. Она ухмыляется от уха до уха, не понимая, через что вам пришлось пройти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...